Добрый вечер. Я приехал в клинику ОБЕРИГ. Я расставлю. Сегодня буду делать процедуру. Сделаю себе суппорт или спорт. Правильно, суппорт. Филеры, делаю филеры, полимолочку, ботокс. Короче, все это красиво сделано, идеально. Так что нормальные люди порадуются, жабы заведите. Там обосравленные почитатели в комментариях. Как это так? Я хочу даже прокомментировать. Низшую прослойку общества и их комментарии. Хочу даже прокомментировать вас, завистницы. Вам никогда так прийти? Ищи в ротке. Поняли, не? Жабы. Сплакайте. Так, Гарик на даче чуть-чуть витали. Нет, не рады. Собливаю очки. Все равно да видно, что ты попросил. Я на самом деле жду. Я шучу, конечно. Иду Ярославль. Сейчас приду делать процедуры. Написал, думаю, что я расслабил. В Киеве говорю, если что, давай. Не верну, приезжай. Хорошо. Ребята, пришли в Милл в бар. Нас пригласили. Гарик с Керри. Смотрите, там вон сердечко сидит на балконе. Новую песню пишет. Очень классно. Смотрите, как красиво. Бессарабский рынок. Что приклеилось? Мух. Ой, господи. Как гадость. Ого, какие бутылки. Гляньте. Что приклеилось? Гляньте. 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 В туалет ночного ваза. Очень большой. Да, это прям на крыше в ЦУМ. В ЦУМ, да, это? Гляньте. Красивенько. Заказали всякие коктейли. На в Тиле никто не живет. Нет, там никто не живет. ну где-то вот там живет сердечко не знаю там кстати продавалась квартира на ее этаже прям на ее этаже сталинка да у там прям рядом по соседству это шикарный а конечно-то но я скажу что в таких домах вот этаж сталинки у них там прослушка система прослушки было это сдавал и давали вас аппарату всему квартиры там не приходил как бабушки гости а дедушка сидел им даже давали им даже говорят давали квартиры с мебелью и даже нельзя было переставлять но такие московские сталинки это точно так что нельзя было переставлять даже мебель то есть там была система и прослушивание все на свете ну не знаю правда нет по это курить в общественном заведении очень красиво тут так по крайней мере практично знаешь не разобьются на кухне ничем ну да 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 и столы такие видишь как типа ну конечно да нас тоже есть нас уже есть такое заведение помнишь на седьмом или восьмом этаже я так открываю а вы были там да не это мы были в бруксе а то был другой есть там где панорама открывается прямо так ну там вообще да не ну понятно такого у нас снимал я кота анжела изменяющий такого на сниман у нас тоже есть красота она черновцы приехала по обмену там анжела такая из выпуск обалденный а я думала большой маленький такой на пол килограмма полкуло он просто плотненький а все а есть большой ног вы разрежете вы на него порежете ну краси они не режут я сам разрежу ребята что в чем проблема только третий раз вот такие гвоздей я думал он вот такой я же тоже думаю вот такой вот такой коля ну то что три килограмма а можно мы потом остаток еще домой возьмем так он не останется вы что вы только не сидите я не сидим думаю да позже так куда а вы сейчас еще в пицце может тортик потом покушать я тоже думал что потом мы имеем ввиду потом о боже то будет уже готовый вот так что сказать спасибо понимаете я говорю спасибо не благодарны люди вас привезли в такое заведение а это быдло Самвел везде эта мразь Дмитровская Дмитровский шлюк Самвел очень хороший человек покажи внутри и культурнее всех культурно ничего ничего еще узнаете какую и хлебняка гора мне нравится я его обожаю наоборот он просто без улыбки как-то так сказал он так радость выражает когда они выражают радость это вообще жестко он кастрюля вам протирайте руки смотрите какие коктейли красивые с мармеладкой это лимонный там с джином у Кэрри вот такой там я не знаю что это с ромом тоже что-то а у Гаррика ну не знаю ну что-то на основе рома ты видишь пусть ты какой кусок а как ты за рулем ездишь потом видишь просто глотнула и потом за меня выпили остальные скажи что ты за столом а не за рулем очень красиво Коль давай попробуем я забыла коктейль на основе ничего пицца 4 сыра с брокколи у меня на основе бургонов я же хотела поделиться с ним ого ничего себе это пинокола да а что это такое как кусты ну давай берите трубочку давай сюда вот вам интеллигенция киевская введем в порядок так а как ты управляешь это надо размешивать или что делать ну взагали спочатку струбочка все выпивается а это не скидается и все запах если оно сручно я вам образу можу ложечко понес то вы можете да не не надо все дякую пойдут без ложечка у меня самый вкусный картель валерьянка все попробовали сказали что валерьянка скажите вот этот очень вкусный это коктейльчик классика ничего нового а бидарик пьет его нет нет это наше старое сделано для меня это очень калорийно сладко пусть это классика ничего такого страшнее калорийно мне он очень нравится вот этот калорийно мне тоже вот это классный вот это подали очень красиво мне этот коктейльчик не понравился ты чего не помешала дай это попробуй пожалуйста ну вот это так как не поделиться вот этим ну попробуй это и самым я бы чипенок наливай сюда прям я ж поэтому спрашивала какой стаканчик Это украшение, это Гарик оставил украшение, снял с пальцами. Там же малина есть, видишь, это же замороженное. Вот это хороший тоже. Красиво, с малинкой. Давайте пробуем. Подожди. Спасибо большое. Слушай. Не, 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 ты что такое такое? Смотри, с горчицей, с пюре. А что котлеты? Так вот есть. А что, в котлеты по-киевски идут ножка? Ну, вообще-то делают, да. Есть ножка, есть, ты не знаешь? Красивая, конечно. По классике, да? Хочешься? Нет. Спасибо. Приятно в откуси. Спасибо. Я под кусочек пищи. А ты не бросаешь? Да, не хочу ничего. А, ну. Я буду пить пиноколаду. Сарик, не хочется? Нет. Ну, да пи это, да пи на каладу тоже. Мы же не на две минуты перешли. Что захочешь, то и выпьешь. Угу. Можно отвернуть пищу? Конечно. Спасибо, Гарри. А что ты котлет не можешь? Гаррина. Давай пить. Я хочу торты, мороженое. Так давай добавить, чтобы пищу. Ну, давай, кидай. Прямо туда. Да не надо, чтобы мне 55 тарелок. Все, вот. Мммм, вкусно. Нельзя здесь очередь с ней. Броколи был уже. Дикарей этих вывезли. Леш, по-моему, пожалуйста, по-моему, вану. Нет, просто американцы. Гаррина, давай я тогда тебе ее осторожно в расцепле. Дикарей. Дай тебе кусочек стопки. Так испортишь и мастер, и иголку. Да, это красный гладкий. Ну что, нравится, да? Вкусно. Вкусное тесто и брокколи вкусные. Да не война, они жируют. Покажи, сколько людей. Мужчин. Сами мужики. Это было структером. Снимайте, знаешь, как он у нас. Смотрите, какой красивый чум. Смотрите, какие. Вперед. Вот тут я, кстати, камбучу попробовал первый раз. Да, вот этим столиком. Привет моему компаньону, который со мной был. Шумоданы. Детский отдел. Очень красиво тут. Очень дорогие вещи, вам скажу. Значит, это бренды, шменды, блядь, но очень дорого. Для такого быдла, как я, это очень дорого. А ты покупал тут вещи какие-нибудь когда-то? Да, ну, в принципе, тут, ну, бренды как везде. О, Дайсон, Дайсон. Все как везде, как во всех торговых центрах. Просто это называется центральный миски магазин, универсальный магазин. Потому что, видишь, тут не сделано бутиками, а открытые... Все открытое пространство, да. Керамика. Лошадки. Пони, кони, верблюды. Ламы, бачу, так вот? А я думал, я кажу, пони, кони, блядь, сказал все, что угодно, только не лама. Пони, кони, блядь. Вот, видишь, бренды, но они просто указаны на этих, в этажерках, вот, видишь, на этих всех вешачках. А бренды разные, может быть, и тот, и тот. Военная тематика. Да, тут цены, конечно, я смотрел такие по 20 тысяч, платье какой-то. Стряхтовый сеть. Надо маме вот такое красное взять. С бомб. Украшения красивые, тут я, кстати, видел. Бенди классный. Прикольный. 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 Поло. Очень симпатичный стиль. Вот мне нравятся разные такие украшения. Ну, вот, смотрите, вот, знаешь, такие необычные. Это бижутерия, но красивая. Угу, такие, ничего себе. 16 тысяч. Уже сколько такое платье? Для цена. На октябрь. Для цена. 31? 37. 31 тысяча. Да, потому что такое же. Это бельевое такое сейчас модное. Кстати, тебе б кэри подошло такое? Не? А тебе же не идеально. Не совсем. Не совсем. А вот тут? Ну, вот тут. Светлая. И что? Нет, расчищать. Удачи. Не ношу. Сапожки для некие? Сапожки интересные. А ты любишь высокие именно сапоги? Да? Прямо вот такие, вот такие. Ну, такие я не ношу. Высокие поколено. Сейчас нашим образом жизни. Пробросовки, сапоги, шмурки. Да. Вообще. Какой я красивый. Ух ты. Видишь, это как я тебе заказывал. Вау. Да, вы не видели меня? Я кэри заказал тоже туфли с Италии. Это прекрасно. Это что? 51 тысяча. Вот такие вот. Мать, моя женщина. Очень красивый. А мне нравится это. Ага. Так она вся серия так сделана. Видишь? А ты не показывала свои кэрии? Нет, только они стояли там. А сколько такие? Не знаю. 60, наверное. 60. 37 уровня, она будет на большой ноге будет, смотрю, все грубо. 37. 37 тысяч? Чепуха. А вот смотри, ниндзя шуз. Это ниндзя шуз называется такие. Видишь? С уже на любителя. С раздвоенным пальцем. А ты мерил такого плана? Никогда в жизни. Не, у меня есть красные. Мне высылали. Да, да, да. Это женские, да? Ну, это женские, это мужские. И носочки. Такие такие же, да. То есть у них права, ну, давай же, знаете. 12 тысяч... 12 900 шлепки. А что, у тебя не понравилось? Ну, сапоги еще ничего. Вот так вот, чтобы... 12 900 шлепки. Такими ценами я сделаю лучше, чтобы мне ничего не понравилось. Не, ну, и у кого есть деньги, Господи, не проблема. Лучше одну вещь купить брендовую, чем 150 говно. Вот, или на 120. Ну, так считаю. Я так считаю. Нищеброды, конечно, тебе такое позволить не могу. Да, я не люблю много одежды. Да, но хорошие. Ну, это правда. Я тоже так, я вам... Какая разница? Да, большая разница. Ты одеваешь по-другому, ты себя даже жуткоешь. Просто кто это не сказал, тот не знает. Ну. Он будет рассказывать противоположное. Мы любим бренды. Мы любим дорогие рестораны, парфюмы. Слышишь, нужно сравниться с сравнением. Конечно. Подождите, быстрее засусти. Не успел. Я по сравнению с вами бомж. Я люблю бренды, все такое. Чего нет? Могу тебе позволить. Потом вернемся, нет? Не нужна, нет. Там в прошлый раз. Куда мы пойдем? Давайте так, чтобы ты не не... Сердючка, кстати, живет вот в окошке ее здесь перекрытия. Да, но где-то там, да. Я не знаю. Или давайте на Льва Толстого пройдем? Давайте. Прямо. Или давайте на машине пройдемся на Андреевский спуск. Спасите. Там где-то, Татья, а мы где-то припаркуемся и спустимся. Там где-то красивее. Нет, давайте, как сама скажу. Как вы скажете? Пойдем туда-туда. Был на Андреевском? Был, да. Ну, так даже мне интересно. На Льва Толстого пройдет? Так, как скажете. Пойдите на Льва Толстого. Да, пошли. Вот, ребята. Андреевская церковь. Где Маргарита Креницына плакала. Сказала, не за ваши магазины я ишла, а я вас любила. А вы осремили на весь Киев. На всю улицу. Ван. Цирюль, не представляешь, что-то снималось. Это легендарное кино. Вот бы отмотать вот эти годы назад, 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 назад. И тут это происходит сцена. Красиво. Это подол, можно сказать, уже. Я предлагаю вот в этом кафе дайки видеть кофе. Какое-то французское кафе, такое спокойное, кихое. Французское кафе. А, мы здесь были. Конечно. Мы Артема со Светой приглашали. А, вот там ты имеешь в виду, да? Дальше? А, я думал, вот здесь. Открывается красиво. Я у тебя давно плену, как под мокловым мечом. Как сумасшедший, жду весну. А вы закрыты уже? Да? Космар, они уже закрыты. Господи. Ну вот туда же. Господи. Шапокляк. Шапокляк пошел. Эц, эц. Вот как красиво. Видите, в центре еще раньше кафе закрывают, чем на обуву. Да. Шикарно. Да. Красиво. Ну тут днем с ума сойти, наверное. Туристи. Смотрите, какой вид на Киев. Смотрите, какой вид на Киев.